привет здесь для вас расклад он судьба или иллюзия вы нашли это вовремя и это будет для вас актуально именно в тот момент когда вы нашли здесь вас ваш мужчина в рамочке если вы мужчина сделаете все наоборот и карты таро а также карты таро ленорман и старший аркана здесь есть я буду смотреть расклад на тему ваш мужчина которого вы только что загадали когда нажали пальчиком посмотреть конечно вашим пальчиком была сама судьба а вопрос такой он ли ваша судьба надеется ли на него продолжать ли с ним отношения что хорошего из этого получится а может быть это все иллюзия а может быть нужно искать в другом месте сейчас мы все узнаем дорогие воспринимайте пожалуйста этот расклад это точно для вас конечно это общий расклад но ваша тема она абсолютно уникальна и каждая карта она работает с каждым человеком индивидуально потому что каждый человек видит вроде один и тот же символ но вкладываете ведь вы ведь в символ мужчины именно своего мужчину и так далее во все остальные символы тоже поэтому это очень даже как будто я с вами лично разговариваю воспринимайте это так здесь ваш мужчина в рамочке нужно вложить в него имидж вашего мужчину то есть его двойника это абсолютно безвредно и он будет чувствовать что вы его любите вот даже этим состоянием да и вы тоже здесь есть конечно вы тоже здесь есть вот сюда можно вложить свой имидж то есть своего двойника это тоже абсолютно безвредно мы отделяем двойников от себя постоянно когда мы общаемся с миром с другими людьми и это безвредно если это на добро а у меня всегда на добро на моих раскладах и так здесь я буду давать в конце советы для всех знаков зодиака и это будет самом конце немножко отодвину потому что здесь эта колода подождет своей очереди будут советы вам относительно вашего знака зодиака на ваших арканах потому что там больше суть такие бытовые карты на каждый день и вообще жизнь она счастливая это на каждый день это как бы не стратегия а тактика тактика жизни на каждый день а здесь у нас на дополнительных старших арканов мы будем получать советы в конце расклада и так он ли ваша судьба кстати это один расклад потому что в общем не вариантах дела вы в любом случае свою ситуацию будете просматривать поэтому один расклад вот смотрите какое все складывается хорошо этот десятка чаши это говорит а и под пламенной любви к вам и вот это его знаете такое незрелое отношение к вам она меняется на зрелое потому что силы чуть-чуть вот так чтобы вы могли все увидеть потому что паш жезлов это незрелый такой мужчина которым он был в прошлом меняется на карту действия и смотрите замечательно да то есть он действительно будет принимать победные действия развернется к вам лицом ух хорошо а это вообще семья в будущем это может быть даже дети это что-то общее прекрасное что вас ожидает в будущем замечательная очень рада вот так что смотрите в будущем вот эти две позиции будущего а это две позиции прошлого самого начала высшие силы были на вашей стороне и он действительно вел себя незрело по детски как-то несерьезно как бы иллюзорно был да это все в прошлом уходит навсегда а в будущем вообще ваш вопрос решится победным и все будет прекрасно потому что эта карта победы в отношении шестерка жезлов ну а тройка пентаклей это конечно счастливое будущее так я еще буду добавлять карты очень важная мы посмотрим что случилось с вами в данный момент и что будет дальше какие у вас страхи какие у вас надежды какой вывод будет давать расклад какие советы смотрите будущем еще лучше карты идут замечательно видите кто-то помешал потому что эта карта основания то что было сам позиции основания то что было самого начала и самого начала вы с ним встретились для счастья для семейного счастья и радости но были противники ваших отношений и они действительно вставляли вам очень серьезно а палки в колеса я вижу финансовые какие-то трудности вас расстроили относительно него смотрите что будет это вообще исполнение желаний так что у вас с ним будет победа будет все прекрасно и исполнится ваше желание он король чаш он любит вас обожает вот эти позиции важные две он и вы в данный момент эти угловые они нам откроют секрет что идет сейчас не так и как ситуацию можно поправить и здесь чего боитесь мы тоже посмотрим чтобы перестать бояться да поскольку мои расклады целебные они тоже помогают не бояться ничего и добиваться счастья ну вот младшие арканы нам хорошо послужили я их отложу и сейчас вам этот раз крат расклад протрактую а потом на старших мы добавим немножко совет и перейдем к знакам зодиака вот такая у меня стратегия здесь вы присутствуете и ваш любимый человек девочки не ускушайте высшие силы и смотрите если вы чувствуете что интересно еще смотреть на этого человека а если вы чувствуете что человек там какой-то подлец полный смотрите это как расклад на новые отношения я мои расклады советую смотреть всем независимо от статуса возраста или вашего семейного положения потому что обязательно что-то нужное вам проявится и вы найдете свое счастье в результате моих раскладов и так начнем с центральной карты но вот сейчас что-то очень сильно меняется потому что здесь рыцарь и рыцарь меча рыцарь который очень быстро делает какие-то поступки и эту карту должны обязательно сравнивать с картами прошлого который уходит навсегда и здесь я вижу что его вот этого знаете нерешительность паш жезлов она приходит концу и он становится решительным человеком понимаете человеком которые действия какие-то предпринимает вот это все что он на зла там чахал чахал то чах над зла там можно сказать потому что четверка пентакли вместе с пожилом жезлов так всенастрии считаются он как бы ожидал что что-то случится все независимо от него может быть мама там его тормозила он боялся боялся каких-то шагов как юнец себя вел как незрелый был мужчина теперь я вижу что все это изменится и очень активные действия проявится он появится как очень активный человек что замечательно это его активность двинет ваши отношения вас такой застылости застылой точки и приведет к тому что проявится вот эти две позиции это две очень важные позиции что будет вот-вот на пороге и вообще будущее с ним до полная вот такое на на годы даже можно сказать вперед я вообще советую мои расклады смотреть часто потому что они все лечебные и помогают вам стать счастливее даже каждый день конечно это очень хорошо это прекрасно но мы тоже иногда заглядываем дальнейшее будущее вы загадайте себя сроки но я скажу что в дальнейшем будущем даже самые дальние вот там на годы вперед здесь пентакли одни а это значит что вы будете с ним довольны пентакли это удовлетворенность в жизни мы здесь видим три это шикарно это он вы и ваши отношения по нумерологии 3 а также по нумерологии три это он вы и ваши будущие дети или ваш будущий дом ваш буд ваша будущая семья и знаете фон всей этой карты это насыщенность это насыщенность ваших знаний вы на высоте вы у него теперь на пятисталь ведь вы на скамеечке стоите и вы теперь скульптор своего будущего с ним и он тоже но уже не говоря о следующей карте которые очень и очень позитивная и она говорит о том что у вас все будет замечательно это восемь репрезентации того что бесконечной ценности бесконечно в вашу ваше пространство с ним будут добавляться новые ценности а это будет вот постоянно идти все в лучшую сторону да в этом месяце это приятное какое-то событие произошло в следующем месяце какое-то другое приятное событие произошло например в этом месяце вы купили что-то приятненькое для вашей семьи следующем какая-то годовщина была в ребенок во чем-то порадовал или любимый человек порадовал вот так мягко спокойно будет протекать ваша жизнь и здесь такая увлеченность видите на этой карте надеюсь что вам видно здесь такая увлеченность процессом создания семьи что вам все другое она просто придет протекает мирно а вы так увеличены что вам очень приятно строить и созидать с ним отношения а также ему приятно и умиротворенно он созидает отношения с вами вот этим молот молоточком тюкает каждый день и денежка новая в копилочку идет и новые какие-то ценности рождаются у вас новые традиции семейные рождаются новые какие-то поездки в отпуск вы организовываете поездки к друзьям поездки может быть крайне новые перемены вот опять же дом начинает быть все красивее все благоустроение и может быть какие-то сложности которые все-таки были да я здесь вижу по прошлому они решаются постепенно шаг за шагом день за днем потому что мы должны знать что именно психическое здоровье семьи она тогда есть когда не только планы там на годы вперед эта стратегия она должна быть минимальная может даже десять процентов вашего времени а 90 процентов вашего времени это тактика на каждый день тактика на каждый день то есть лучше всего проживать один день со смыслом и карта восьмерка пентакли как раз говорит о том что каждый день вашей счастливой жизни будет прожить со смыслом одни такие будут миллионы и не будут все прожиты со смыслом очень хороший счастливый прогноз но конечно я уже сказала что на ближайшее на ближайшее будущее будет но это вскользь сказала сейчас еще и повторю он хочет победить может быть он чувствует что вам нравится еще какой-то мужчина или может быть он чувствует что что-то вот именно в нем вы критикуете что-то не нравится вам в нем он хотел бы быть победителем знаете он хотел бы завладеть вашим сердцем и быть вот победителем среди своих соперникам в ваших глазах хотел вот чтобы ваши ваши глазах он как бы поднялся и действительно здесь вот тоже скамеечка говорит о поднятии до его ваши глазах и вас в его глазах но я вообще вижу что вы и так в его глазах на высокой очень позиции уже стоите это же карта исполнения желания девятка а чаш она четко указывает на то что вы будете с ним очень счастливы чтобы вот такое счастье где даже за той занавесочкой может там вот прошлое где были всякие передвязги но люди притирались друг другу характеру и так далее это все она закрыта закрыта в прошлое не нужно идти нет смысла там ковыряться нужно попытаться прошлое эмоционально обезводить сделать его только информацией к размышлению а вот эта эмоция буря из прошлого и нужно как бы высосать эту жидкость до его высушить как вот на солнышке мы сушим таранку такую рыбку до представить себе это может быть этот символ вам поможет понять это но я хотела бы обратить особое внимание на вот эти две позиции потому что эти две позиции указывает нам ваше и его психологическое такое состояние да что случилось смотрите я смотрю может быть его мама разбила ему сердце потому что здесь королева жезлов вообще таких раскладах вы выходите если если вот тогда разобраться будет королева чаш это любовь расклад на любовь ну ли ваша судьба или иллюзия ему мама внушила иллюзорное видение женщины разбила ему сердце ну понимаете что такое человек но потому что каждый человек он же как бы узник всего того что с ним случилось до его рождения даже он узник свои родители в родители же мы не выбираем мы также не выбираем место на земле в котором мы родились страде традиции родовые традиции странные традиции философии вот этого именно государства может какие-то религиозные традиции мы этого сегодня не выбираем мы также не вы не выбираем чему нас научили в школе в начальной или в высшей школе и так далее. То есть система ценностей у всех людей разная. И та система ценностей, которая была у его матери, разбила ему сердце. Он, может быть, даже в половом смысле иногда себя несостоятельно чувствовал, потому что его воспитали в искажённом, в таком кривом зеркале, понимаете? Его воспитали, например, принадлежность к какой-то национальной традиции. Но ведь, понимаете, земля — это не просто карта со странами. Я сегодня живу здесь, могу жить в другом месте. Вы сегодня живёте, может, в России, а завтра могли бы жить во Франции. То есть нужно себя немножко оторвать от вот этого всего и быть просто вот человеком. Ему это сделать трудно, потому что ему мать очень сильно внушила какую-то принадлежность к определённой традиции, к определённой культуре. И вот заложила такой фундамент, немножко слишком зажат в рамки. Где-то ему разбили сердце. Но я бы сказала, что, конечно, расклад для всех. Я должна учитывать тоже другие варианты. Например, это может быть его бывшая женщина, которая ему разбила сердце, которая вот внушила ему, что он какой-то лузер, он не такой, как нужно. Он даже потерял свою какую-то половую функцию. Понимаете? Потому что у мужчины, когда у мужчины разбитое сердце, у него тоже искажённая половая функция. Ну и у женщины, кстати, тоже, не в меньшей мере. Потому что астрология, она вообще не отделение людей на женщин и мужчин. У каждого человека есть и то, и другое. Но сейчас на нём разговор идёт, потому что это его позиция. Поэтому я говорю, что именно у него половая функция довольно... Вот у него там заморочки. А вообще-то половая функция, её, конечно, основное действие происходит в голове. В голове у каждого человека. Ну и в сердце, конечно. У него нарушен этот баланс. Он был нарушен либо родителями, либо какой-то национальной привязкой. Вот знаете, например, тебе нужна девочка только из такой нации, или из только такой религии. Или ещё вот из чего-то такого. Да, вот смотри, там, например, я часто слышу на Западе, там мужчины не холодные, или сухие, или ещё какие. Вы знаете, ведь каждый человек, он разный. Ну нельзя вот как бы обобщать. Его мать обобщала. Но я тоже бы сказала, что это могла быть его женщина первая, или же вообще женщина, которой он какое-то время жил вместе, которая обобщала. Ну обобщала, когда говорила о нём, говорила, ты идиот. Ну как это можно понять? Как это можно понять? Это же обобщение, правда? И ему кто-то разбил сердце. Он сейчас в каком-то сложном положении. Вообще жезлы, это его функция, поэтому я бы сказала, в половом смысле ему разбили сердце. Но тоже жезлы, понимаете, это же его предпринимательство. Это его такая жилка, бизнес-жилка, которая должна быть у каждого человека. Каждый человек должен себя продвигать в жизни так смело, свободно. А у него это очень зажато. Он боится как бы шаг вправо, шаг влево, расстрел. Это у него есть. И здесь мы узнали немножко больше о нём. Потому что то, что мы знаем о себе или о другом человеке, это часто только лишь одна грань. Только карты могут показать многогранно, так, среди, так, со всех сторон. Давайте, раз мы уже его разобрали так по косточкам более-менее, тем более он здесь присутствует. Я вообще чувствую, вот здесь такой дух очень сильный, мощный дух его. Давайте немножко и посмотрим на вас. Может быть, кто-то из моих слушательниц хотел бы посмотреть, может другую грань себя увидеть. Девочки, что я здесь вижу? Ну, во-первых, это королева меча. И я здесь вижу рыцарь меча. Это неплохо. Одна мазь, вы и он, говорит о том, что вы оба такие, знаете, вы любите поспорить. Вы оба любите поспорить. Вы оба очень активны физически. Вы ненавидите, вот когда говорят и не делают. Вы очень похожи. Вы ненавидите прокрастинацию, вы знаете нытьё. Вы человек слова, и он человек слова, но вы немножко выше его. Потому что вы королева, а он рыцарь всё-таки. Он прислушивается к вам. У вас либо опыта жизненного больше, либо вы больше, вот знаете, такая более зрелая душа, которая на землю пришла. И есть у человека приобретённый ум, есть врождённый ум. Приобретённый ум – это ум из учебников. Он очень зыбкий. Тем более в 21 веке мы знаем, что учебник даже вчерашний, он уже устарел. В любой науке. В любой. А вот что касается врождённого ума, это то, что передаётся по наследству. Это 90% ума каждого человека. Ведь бывают самородки, нигде не учились, а миллиардеры или какие-то великие открытия сделали. Конечно, бывает такое. Я хочу вам сказать здесь, что у вас вот этого врождённого ума больше, чем у него. Будьте осторожны с этим. Потому что людям умным, более одарённым, знаете, на них ответственность повыше. Понимаете? Потому что люди, которые, может быть, обладают меньшей степенью этим, но это же не их вина. Каждый человек по-своему прекрасен и хорош. Вот с ними надо деликатнее. И вам, может быть, нужно с ним немножко деликатнее. Он горяч, но, понимаете, немножко глуповат, может быть, иногда. Или же опрометчив. А вы вот тоже горячие. Вы тоже горячие, но вы стратег. Вы стратег. У вас в короне бабочки. Это намёк мне, чтобы дать вам совет, что легче, с умом вашим полегче, потому что некоторые люди, которые чувствуют, что они не дотягивают до вас, они могут быть агрессивны по отношению к вам, потому что чувствуют свою несостоятельность, когда вы рядом. Поэтому своим умом будьте немножко полегче, то есть деликатно так, да, с другими людьми. Ну, а вообще ангельская защита сильная. На вашем троне нарисован сам ангел. Господин, да. Ну, а опять же бабочка. Вот лёгкость, да. С другой стороны, я вижу, что вы тоже пострадали. И здесь вообще эта карта очень интересная. Второй нет плохих или хороших карт, да. Интерпретирует карту тот, кто её взял. Вот это закон магии. Поэтому эту карту можно миллион всяких способов интерпретировать. И тем более, где она вышла, в какой позиции, с какой-то картой рядом. Я вам не буду сейчас рассказывать свои секреты интерпретации. Но здесь явно видно, что и вы не только с ним похожи в том, что вы такие оба интеллектуальные люди, умные и люди действия. Но тоже у вас были потери, как и у него. Если вы обратите внимание, у него потери, вот я уже рассказывала, разбитое сердце здесь, да. Пострадала какой-то другой женщина перед вами. А у вас потери, смотрите, вы смотрите на то, чего больше. Да, в прошлом у вас примерно, понимаете, 70% было хорошего, вернее, 30% хорошего, 70% плохого в жизни. Да, вам часто не везло, вами часто пользовались. Но теперь пришло время, время пожинать вот урожай того добра, которое вы сделали. Всё, что вам нужно знать, это сделать, это на 180 градусов, посмотреть на, что в будущем у вас хорошее. Понимаете? Вот то хорошее, что было когда-то, уже может быть давно, и вы даже, может быть, подзабыли об этом, оно переходит в новое качество. Вот желательно воспринимать эту карту как целительную, вот этот чёрный плащ, не надевайте чёрные одежды, не грустите, потому что грусть у нас отбирает момент здесь и сейчас, понимаете? Когда мы грустим, мы думаем о прошлом. А вроде бы это же неправильный поворот, потому что если даже вы посмотрите, здесь мостик впереди и переход, кстати, в новый дом у вас может быть с ним. Я уже об этом говорила. Эта карта ещё больше это подтверждает. Но вы всё-таки смотрите в прошлое. Всё, что вам нужно, это идти дальше. Это идти дальше. Не жалейте о том, что было. Да? Вот не жалейте. Если даже вот с каким-то сарказмом, может быть, мама вам говорила об этом или подруга, вообще не общайтесь с людьми, это тоже карта об этом, которые имеют тенденцию говорить, применяя сарказм. Потому что это, сарказм, это нездоровая психологическая защита. Почему я говорю желчь, зелёная? Это представитель сарказма. Понимаете? Вот где-то, может, такое было, так поезд, может, ушёл, вот эти все сарказические выражения, бросьте их. Бросьте их, потому что я хочу вам просто донести до вас, что не стоит грустить, посмотрите, какое будущее. Не стоит грустить. Если я уже вам сказала, что с самого начала с этим человеком, которого вы задумали, вы должны были быть очень-очень счастливы, но какие-то злые силы мешали. Видите, здесь паж меча, то есть мишура была, такая мышиная возня вокруг вас. Ну и негативщики, всякие завистники. Вот этого дерьма у каждого человека полно вокруг нас. Нам главное ведь очищать себя от него, и это у вас уже происходит, потому что, смотрите, два пажа, они меняются на великолепные карты в будущем. Так что я вижу, вот вы спросите, судьба ли он или иллюзия? Нет, он не иллюзия, он совершенно не иллюзия, он судьба, иначе же в будущем не было, как на все 360 градусов, вы видите, что карты поменялись и стали очень-очень счастливыми. Две позиции разберем, это если какие-то страхи, а может надеяться на что-то следует. Смотрите, одна карта страхов, а другая надежды. Если мы посмотрим здесь, вы видите, что страхи наступить на те же грабли. Бояться нечего, потому что мы уже с вами разговаривали о позициях будущего, там просто счастье, буквально в деталях. Пожалуйста, прослушайте еще раз, и вы это все узнаете подробно. Главное вам, понимаете, не концентрироваться. Вот эта карта очень похожа, здесь я уже рассказывала, да, вот на эту. Не концентрируйтесь на том, что внутри есть состояние потерь и состояние страданий, потому что ведь все завязано здесь у вас и руки, и глаза. Когда вы концентрируетесь на вот этих потерях, тогда вы видите, что вы окружены врагами. И когда вы откройте глаза и посмотрите, что вокруг, врагов вы не увидите больше. Это вам гарантировано этим раскладом. Ну, а надежда, конечно, это же туз жезлов. Это возбуждение, эмоциональное, сексуальное, возбуждение и желание жить. Желание жить в паре. Так что он ваша судьба. Вот именно карта туз жезлов, это карта судьбы. Высшая сила, вот видите, пальчик вверх, как я прошу, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под моим под моим видео, потому что это важно, это с вашей стороны тоже движение. Вы сами себе как бы говорите, да, я хочу, чтобы так было, ставлю пальчик вверх под видео, как бы подписываясь под этими словами, которые я сказала. Ну, это просто я вам пример привела. А вообще пальчик вверх именно в этой позиции вам вся вселенная, высшие силы дают пальчик вверх для этих отношений. И на вопрос судьба он или иллюзия, конечно, судьба. Видите, как расцветает жезл новыми возможностями. И вы будете с ним счастливы, это безусловно. А теперь совет. Посмотрим совет для вас как пары. Здесь еще будет дополнительная секретная карта, которую я открою в конце. Смотрите, не сражайтесь больше с завистниками, потому что они ниже вас. У вас же вы на холмике, у вас в руке есть инструмент сражения с ними, а это защита высших сил в этом раскладе. И нечего сражаться. Я смотрю, что мы видели разлитую зеленую желчь здесь и зеленый наряд, поэтому это все говорит о циничных таких саркастичных друзей, может быть, даже родственники. Не позволяйте им это делать, просто избегайте этого всего, уходите. Не ругайтесь с ним, вы людей не переделайте. Если люди циничные вот такие всякие, вы не нужно, не наше дело тратить свою жизнь на то, что переделать других, просто уходите от этого. Это вам совет такой, потому что не стоит обращать на мелочи внимание. Мелочи у всех есть, даже у самых счастливых пар есть какие-то мелочи, там он может чавкает за столом, не знаю, у кого-то, может у кого-то он, не знаю, носки там разбрасывает, это такое клише, все говорят, носки разбрасывает, ну что еще он может делать не так. Ну, у каждой пари что-то свое, он что-то делает не так, да, что вам не нравится, это все мелочи, мелочи, не концентрируйтесь на этом, относитесь к нему как к ребенку, вообще к друг другу, тех, кого мы любим, лучше относиться как немножко как к детям, ведь детей мы терпеливо учим с нами жить, да, вы научитесь жить с друг другом, терпеливо учитесь жить с ним, и он будет терпеливо учиться жить с вами, потому что, что в его сердце есть, и это бесконечно всегда будет, это его любовь к вам, это король чаш, вообще король чаш, это всегда тот, кто вас любит, не слушайте, что там кто, кто говорит, это король чаш, который тот, который вас любит, не будьте с ним в соревновании, потому что мужчина и женщина или так в паре, партнеры, не нужно быть в соревновании с друг другом, наоборот, мы друг друга поддерживаем, дополняем, и в паре всегда мы радуемся успеху нашего партнера, да вот поэтому любовь у него к вам безусловно и горячая надежная он очень надежный человек очень сильно надежный человек и несмотря вот на любые перипетии жизни здесь волны какие-то идут представьте себе трон цементный на волнах и не тонет это как христос ходил по воде но это еще более серьезно кстати вот христос ходил по воде тоже все взято из древних греческих египетских всякие философии понимаете и она это основывается карты тоже древние карты таро и мы здесь видим что трон такой трон из цемента из камня но тогда еще не было цемента скорее всего камень он на волнах и не тонет то есть его чувства к вам очень стабильные и никакие внешние обстоятельства какие-то волнения внешние может наговоры может быть может быть характер который отличается от вашего не могут ничего из помешать не могут сделать что-то не так потому что чувства у у него к вам очень стабильные и они на всю жизнь он себе решил на всю жизнь и все кстати вот этот человек он что решила не меняет своих решений если вы еще не знаете за ним и такой тенденции вот расклад вам покажет что у него есть такая тенденция посмотрим дополнительную карту это секретная карта на может открыть любой секрет о нем секрет о нем но смотрите он сам защищается и даже кстати может быть от вас защищается и может быть вы ссорились и где-то он обиделся а вы не хотя что такое сказали что возбудило внутри какой-то триггер да так это коррезонация произошла то есть он сам защищается от жизни вот как ребенок его здесь может быть даже где-то пожалеть надо вообще мы опять же жалеем тех кто любит кого любим да он вас любит точно так что он вас будет в будущем очень жалеть очень живет и вы его пожалеете это очень кстати неплохая карта она говорит о его ранимой душе а вы знаете если у мужчины ранимая душа он хороший человек потому что люди жесткой душой нам не нужны это плохие люди ранимая душа это живая душа у него хорошая живая душа он хотел бы чтобы было все хорошо вашей паре даты так стабильные жезлы четко стоят но где-то как это есть прореха и я смотрю вот по всем остальным картам может быть проехать финансовые немного может быть если его личная самооценка он немножко где-то не дотягивает а в своей самооценке что-то такое здесь может быть присутствует так что вот эта ранимость его душе это вам секретные данные о нем помогут вам я сейчас знаете что я ведь не заканчиваю расклад продолжайте пожалуйста смотреть потому что чтобы расклад сбылся его обязательно нужно смотреть целиком я сейчас буду давать советы по знакам зодиака но не я карты вернее даже не карты вы знаете потому что советы дают высшие силы через карты а какие иначе советы дают высшие силы через знамения всякие природное явление через символы на картах то есть это иконы магические понимаете это очень красивая карты таро меня их просто обожаю они такие знаете очень прямые потому что младший раз арканы они дают очень практичные советы и так я уберу младший рак арканы и здесь вот ваши сигнификаторы ваши двойники здесь остаются мужчина у нас в рамочке так что его присутствует двойная сила его просто присутствует и я буду смотреть на астромифологической колоде и на старших арканах на этих двух колодах мы будем смотреть советы по знакам зодиака я буду делать по стихиям вы знаете что все стихи у вас есть поэтому нужно очень серьезно относиться ко всем стихиям руководящие стихии это будет по солнцу кто вы по солнцу какой знак если вы относитесь к огненным знаком то есть вы овен стрелец или лев это будет вам совет но здесь смотрите здесь борьба да здесь немножко борьба идет и нужно знать что эта карта говорит о том что вы жизнью немножко такую в таком противодействие состоите до противодействие и карта указывает на то что не нужно бороться жизнью не ищите соперников не ищите людей которые может быть вам завидуют или мешают потому что здесь дополнительные все эти сюжеты они только на пользу здесь вообще идет речь о победе здесь афина это богиня победы конечно же у ваших отношениях будет победа вы помните шестерку жезлов тоже об этом будет обязательно победа и здесь тоже душевное такое состояние может небольшой грусти есть состояние небольшой грусти здесь ахилл играет на арфе то есть он вспоминает это какое-то грустное событие предыдущие битвы и он играет на арфе вы знаете ваш мужчина сейчас вот если вы даже поссорились с ним он играет на архиз арфе своей душе и он хочет вам сказать что он очень хочет встретиться нежно вас обнять и сказать вам что все будет хорошо все будет прекрасно и не будет абсолютно никакого противостояния между вами все что было не так где-то потому что я вижу противостояние да не будет противостояние все будет хорошо здесь сюжет идет аминалай это муж а елены троянская война да муж елены и парис вот когда перед тем как сражаться они смотрят друг на друга и в этой борьбе кстати в этом сражении никто не победил вот это редкое исключение это очень серьезная карта который говорит что деловое все понимаете семья это деловые события семья это не обязательно вот только страстная любовь романтика семья этого должно быть мало а в основном это уважение друг друга трех об этом и здесь эти вот оппоненты они уважают друг друга потому что никто не победил в их визоборстве понимаете поскольку не не должно было бы здесь победы это урок всем нам людям когда мы смотрим на друг друга как бы немножко с подозрением мы не знаем что он хочет вот вы не знали что он хочет сказать что он хочет сделать женится ли он на вас выберет ли он вас как он дальше планирует и в этом есть какое-то противостояние но карта говорит о том что не нужно противостоять друг другу просто доверьтесь моменту потому что все пойдет хорошо это одна карта но я еще возьму старший аркан для вас огненные знаки 1 и она дополнит информацию но здесь карта мир я смотрю только прямое положение сегодня и смотрите карта мир очень четко описывает возрождение ваших отношений теперь все понятно смотрите противостояние не закончится борьбой а закончится примирением и будет возрождение ваших отношений и вы с ним будете очень счастливы потому что страшный суд это возрождение отношений все встают по потому что высшие силы призывают к обновлению отношений то есть если вы с ним поссорились или же у вас не была какая-то конфронтация может быть да или вы сомневаетесь в нем здесь виден мир примирение и здесь тоже видно обновление отношений эта карта сулит вам продолжение отношений и на вопрос судьба он или иллюзия отвечает конечно судьба потому что страшный суд только о судьбе теперь я возьму для следующих знаков по зодиакальному кругу и это знак знаки стихии земля но дорогие друзья хочу сказать что если вы земля знак земля 1 один из знаков земли по солнцу остальные стихии вам тоже дают подсказки поскольку все стихи есть у вас обязательно должны были гороскопе начало к неполноценной если какой-то стихи нет поэтому продолжайте пожалуйста смотреть это для уважаемых тельцов где и козерогов но здесь очень хорошая карта это вообще карта говорит о золотом руне золотой руну это мечта которая сбывается и уже вот корабль и аргонавты аргу это корабль на котором шло путешествие за золотым руном которая увенчалась успехом вам сулит благополучное окончание всего что вас волнует то есть это примирение если поругались это прекрасная прогноз на возобновление отношений либо же на прекрасный союз тоже это если вы хотите новых отношений здесь вообще новая счастливая встреча новая счастливая встреча это же вот здесь тоже созидательные эти 2 2 сюжета об этом говорят здесь однозначно однозначно это примирение и прекрасные отношения знаете я наверное сделаю так а потому что не будет 4 стихии чтобы все было в поле вашего зрения и для земной стихии еще одна карта но эта карта смерть это очень хорошая карта если кто не знает а карта смерть это возрождение очень похоже на карту джаджмент или страшный суд но она по-другому все это видит да если в джаджмент мы ждем когда высшие силы пробудят нас к жизни то есть есть просто ангелы придут и возобновлят ваши отношения здесь просто все это помощь высших сил так по карте смерть по этой карте нужно забыть прошлые неудачи вообще знаете преображение вот такое преображение я уже рассказываю как христос взял своих трех любимых учеников на на гору и там он преобразился вот точно так произойдет преображение ваших отношениях полная трансформация трансформация то есть преображение вот смотрите когда настоять перед преображением жизни когда каждый день не становится таким как бы бытовым который мы влачим а когда становится целью жизни цель жизни это не то чтобы через 10 20 30 лет а цель это сегодня вот сегодня прожить счастливо и эта карта говорит что именно сегодня в тот момент когда вы смотрите будет преображением его сердце понимать он наконец поймет как бы прозреет да как ученики христа они прозрели они увидели христа таким просветленным новым совершенно новым и точно тоже случится с его сердцем вот он сейчас меня слышит ваш мужчина он именно сейчас начинает видеть вас в новом свете преображенной и он как бы прозрел и говорит это моя женщина что я дурак делал почему я к претензии какие так нет предъявлял почему я медлил это моя женщина и смотрите именно органавты которые счастливо закончили свое путешествие за золотым руном то из-за удачи за счастьем и карта преображения говорит что сейчас именно он считает и уже он понял в результате этого расклада что встреча с вами это самое большое счастье которое с ним вообще случилось это было для земных знаков продолжайте смотреть потому что я рассматриваю следующую стихию вашей жизни а это может быть стихия по солнечному знаку либо просто стихия потому что все стихии представлены здесь пойдет речь о стихии воздух уважаемые весы водолеи и близнецы возьмем для вас одну карту из астромифологической колоды но здесь карта алхимика вот алхимик терпеливо ждет когда он получит вот то золото на которую он надеется и ваш мужчина сейчас становится очень терпеливым он терпеливо ждет когда настанет вот этот миг счастье между вами и им и он знает обязательно что там будет днем рождается какая-то вот такая деловая струнка кстати карты эта тройка треф она тоже говорит о деньгах о том что у него карьера пойдет и все будет прекрасно получаться потому что наконец-то произойдет вот такое прозрение и это будет постепенно он терпеливо ждет когда обстоятельства повернуться в сторону добра и удачные станут и обстоятельства будут удачные у него будет удача в карьере и он вам предложит руку и сердце если еще не предложил потому что это деловые отношения между мужчиной женщины то есть брак то есть брак здесь идет речь об этом и идет какой-то договор здесь вот идет то что и тут переговоры между его вот идеальным я то есть его супер и супер его супер я и его бытовым таким ежедневным я идут такие переговоры хорошо чтобы дальше как я буду планировать жизни с ней что я делал не так вот он когда сам с собой в разговоре бывает наедине он вас не обвиняет он постоянно думает о том хорошо какую ошибку я допустил что я сделал не так как я могу теперь все сделать по-другому как я могу поменять свое поведение чтобы быть с вами счастливым то есть он взрослеет прямо скажем взрослеет и становится серьезным мужчиной у него будет хорошее будущее и будущее это будет с вами сейчас я возьму старшаркан для того чтобы еще дать совет это карта звезда это не просто исполнение желаний в этой карте много мистики очень много мистики потому что здесь движение которое никогда не заканчивается алхимический принцип двух четырехугольников если сложить два четырехугольника получается вот такое вечное движение но это еще равносильно восьмерки здесь 8 восьмиконечная звезда и 8 звездочек 1 и звездочек это вы вот вы для него звезда из неба звезда из неба эта карта тоже она очень четко показывает кто мы есть люди то люди это часть бога всевышнего да тут тот кто нас создал это звезда тот кто нас он создал как нас из себя кстати эта карта тоже рождение детей и внуков он создал нас из себя это значит что мы и есть проявление всевышнего на земле вот потому что мы зашли на землю видите массаж одна из окончании звезды зашла на землю и живет радостно на земле то есть вашей жизни с ним будет всего достаточно будет всего все процветать потому что здесь чтобы процветала вода обновление воды свежесть и процветала земля то есть это благоухание вашей супружеской жизни с ним и за вы взаимопонимание а также он на вас смотрит как на звезду это замечательно просто очень хороший прогноз совет здесь дается для уважаемых знаков воздуха однозначно просто наслаждайтесь потому что замечательный прогноз у вас с ним есть будущее и он никакая не иллюзия он сама судьба карта звезда то судьба а теперь я возьму тоже карту для уважаемых знаков воды к ним относятся раки скорпионы и рыбы мы посмотрим какой совет высшие силы дадут вам ту же карта алхимика тоже карта алхимика и здесь алхимик смотрит на то как происходит превращение свинца золото то есть сам элемент превращения этот этот элемент превращения он основан конечно на прошлых переживаниях здесь масть пик говорит о прошлых переживаниях это семерка пик 7 это всегда положительная карта потому что все нечетные цифры это положительная нумерология это продвижение вперед то есть любая какая-то трагедия может быть у него была трагедия может быть у вас может быть было плохое самочувствие ли какое какая-то ссора может быть что-то было нехорошее в жизни до 7 пик говорит все это проходит и вот этот опыт который вы получили и он получил он становится очень положительным очень и очень положительным у вас есть возможность получить помощь помощь от кого-то и любовь это свидание встречи любовь здесь это может быть новая встреча с любимым человеком или с тем которого вы загадали то здесь встреча и любовь давайте возьмем для уважаемых знаков воды еще одну карту из старших органов второго эта карта сила вы спросите он судьба либо иллюзия карта сила говорит конечно судьба есть сила ваших отношений я говорила много о восьмерке до о двух квадратах на карте звезда и мы получаем здесь бесконечность любви его к вам доверие к вам и он как при прирученный такой ручной лев то есть он действительно вы его укратили вы укратили его мужскую гордость его какую-то мужскую необузданность вы его укратили и он конечно восхищен вами здесь святые вы опоясаны цветами он восхищен вашей внешностью потому что вас пояс из роз он тоже восхищен вашей вот чистотой души поскольку здесь белые такое платье то у вас а также он восхищен вашим светлым умом и об этом был расклад на малых арканах таро помните говорилось об этом много можно вернуться еще раз послушать поскольку у вас на голове венок он восхищен вашему и он считает что ему повезло с вами поэтому он никуда от вас не денется и он безусловно судьба по этому раскладу тоже для водных знаков но каждому знаку свой совет и эти карты они стали вам ангелами-хранителями вот здесь вот особенно когда я делала расклады по знаком зодиака и по стихиям здесь особенно вот эта защита высших сил да если первый расклад на младших арканах он был в основном такой деловой бытовой что будет так далее то здесь это советы от высших сил благословение поддержка помощь и и тоже магия именно здесь происходит магия я бы сказала что вот эти карты астрома мифологические они очень и очень магически девочки я буду заканчивать не уходите пожалуйста я делаю это очень быстро полминуты или минутка но очень важно оставаться потому что расклад нужно завершить чтобы он начинал сбываться для вас дорогие мои всех люблю обожаю всем желаю счастья прислушайтесь к советам высших сил пожалуйста и благодарю от сердца за лайк даже вышла карта лайк сегодня этот туз и жезлов пожалуйста ставьте лайки это для вас хорошо девочки я делаю для вас расклады потому что вас люблю и хочу вам помогать и поэтому я с вами дружу если вы хотите дружить со мной это подписка на канал поэтому подписывайтесь пожалуйста на канал здесь будет все для вас а теперь давайте я скажу вам такую мантру такую мантру которая поможет нам в жизни вот такая аффирмация такая мантра аффирмация да давайте итак слушать эту мантру с каждым раскладом колен и моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях давайте я вам повторю а вы повторяйте вместе со мной с каждым раскладом колен и у колена это я ваша жизнь вы говорите моя жизнь а я говорю ваша жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях вот такая матра у нас сегодня получилось и вот мужчина возвращается к себе он узнал мудрость карт здесь из прогноза вы возвращаетесь к себе вы уже вернулись и будете счастливы а я с удовольствием буду ждать когда вы нажмете пальчиком опять посмотреть на мое следующее видео всем добра пока пока